Сегодня забежал в магазин Светофор и нашла вот такие вот классные новинки. Очень актуальные. Это маленькие такие сапожки, сделанные из эвы и их очень быстро разбирают. Есть оранжевые и ярко-желтого цвета. Они подходят как для женщин, так и для мужчин. Только надо смотреть размер. Стоят 515 рублей. Размер от 36 дорог до 47 производства Россия. Если они вам понравились, то стоит поспешить. Их реально очень быстро разбирают. Завезли еще шапочки, но они сделаны из акрила. Очень тонкие, легкие. Ценник немножко сложновато найти, но все же я справилась. Шапка стоит 223 рубля. Она демисезонная и сделана из акрила. Кстати, нашла эти сапожки еще и в черном цвете. Видимо, кто-то спрятал, решил попозже приобрести. Есть и рубашки, такие вот красивые. В прошлом выпуске я их уже показывала. Тут у нас вновь новинка. Это пряжа. Это пряжа для вязания, ручной вязки. 60% здесь шерсти, хороший процент и 40% полиэстера. Есть голубые, нежно-персиковые, серые, белые, темно-серые. Очень большая палитра цветов. Есть даже коричневые. Еще что мне очень понравилось, завезли наборчики. Вот такие вешалки, очень красивые, фиолетовые. Ранее не видела такой расцветки. Они сделаны из металла. И на ощупь очень приятный материал. Здесь у нас по ценнику 140 рублей. Отличная цена. Что еще из новинок? Это соусы. Соусы идут в стекле. Первое у нас терияки. Также есть сладкий чили соус. И насколько я знаю, есть еще и третий вариант. Это у нас острый чили соус. Стоит не совсем бюджетно, но в принципе можно иногда приобрести. 121 рубль. Перчатки за 137 рублей завезли в магазин Светофор. И цена это, кстати, за две пары. Они полушерстяные. Давайте поближе посмотрим состав. Полиэстер, 50% шерсть, 25-15% акрил, 5% нейлона и 5% хлопка. Производство Россия. Еще завезли носочки. В прошлом выпуске я показывала. И попросила написать отзывы, кто брал уже ранее эти носки. И я бы сказала практически 100% попадание. Всем они нравятся. Что они очень теплые, не изнашиваются. Как будто новые. Стоят они 118 рублей. Составить здесь 95% шерсти. Ну вот я разложила вот такую вот красоту. Здесь у нас и футболочка, точнее это пижамка, футболка и капри фиолетовая. Также домашнее платье и шортики. Давайте все по порядку. Красивая футболочка с бабочкой и капри. Это, например, 44 размер. Есть, конечно же, и побольше размеры. Примерно длина до колена. Есть еще и платьишки. Такие вот красивые, с цветочком. Мне кажется, они не совсем длинные. Даже выше колена, возможно. Но все зависит от вашего роста. 100% хлопок. Кто-то писал, что они садятся. Есть 46 размер. Нашла я. И также есть, не хочет немножко убегает, 48. Возможно, если порыться, можно найти и другие размеры. Красивые штанишки с кошкой. Здесь у нас внизу резинка, вверху резинка довольно-таки плотная. Но эти брючки, соответственно, детские. Все хорошо, мне кажется, прошито. Нитки не торчат. Еще много очень хороших отзывов получила от вафельных полотенец. Точнее, это наборчик. Здесь у нас такие вот яркие полотенца. 40 на 60 сантиметров. Есть три варианта расцветок. Такие вот чайники здесь, кексики различные. Куда же, конечно же, и без кофейных мотивов. Здесь у нас кофе, различные зерна. В общем, такая вот вся стилистика. И также есть оливки. Тоже поближе, давайте покажу. Такой вариант будет отлично и в подарок. Почему бы и нет? Различные тоже яркие расцветки. И стоит недорого. Небольшой такой вот презентик. Стоит 129 рублей. Еще в магазине Светофор можно купить мочалочки. Самые разнообразные расцветки. Стоит 47 рублей. Вполне хорошая цена. Как вам такие мочалки? Или вы любите другой формы, кругленькие? Ну, насколько я знаю, эти хорошо для спинки. В наличии есть еще шампуни. 73 рубля. Это новинка. Шампунь для всех волос. Увлажняющий. Без парабенов и силиконов. Здесь 600 миллилитров. В составе есть экстракт риса и также пантенол. Мне кажется, любая женщина должна это иметь. Это удобная, качественная обувь от Ру Маркет. Этот бренд специализируется на обуви для женщин, имеющие возрастную деформацию стоп. А также у кого есть болезни. Диабетическая стопа, артрит, варикозное расширение, вен. Размерная сетка у них тоже отличная. От 36 до 44. Обувь не сдавливает стопу, не оставляет следы на коже. Еще я считаю здесь огромным плюсом обувь легкая. Ноги не будут уставать. И здесь качественно износостойкая подошва. Цены здесь тоже очень приятные. Эко-кожа лучшего качества по цене до 2500. Эту обувь я заказала для своей мамы. Ей очень часто проблематично выбрать обувь. Но эти ботинки отлично подошли. Смотрится, кстати, очень стильно. А если у вас еще и широкая стопа, это действительно идеальное решение. В этих ботинках ножка буквально будет спать. Эти ботинки подойдут как из платья, так и с брюками отлично. Смотрите, как классно смотрится. Недорого, комфортно, очень удобно. И смотрится очень красиво, аккуратно. И поэтому лучше поспешить. Вне сезона еще цены ниже. И ближе уже к похолоданию будет цена, конечно, выше. Да и нужный размер могут разобрать. Так что заглядывайте. В описании под видео ссылочку я оставлю на эти удобные ботиночки. По скидке, два по цене одного, за 233 рубля вы получаете 100 пакетов кофе. Мне кажется, очень хорошая цена. Но надо выпить их очень быстро. Срок годности до сентября. Только, если честно, не знаю, до сентября включительно или нет. Немножко такая двоякая ситуация. Рядом есть еще и цикорий, есть соленая карамель и также латте. Или латте. Кто знает, как правильно произносить. Я, кстати, пробовала именно латте. И оно мне понравилось. Очень похоже, конечно, на кофе. Не точь-точь, но все же. Стоит недорого. Давайте поближе покажу. 59 рублей. Все же дешевле, чем кофе покупать. Вот такую вот огромную канистру я увидела. Средство для мытья полов и стен. 5 литров. Очень удобно, практично. Стоит 225 рублей. И рядом что-то еще зелененькое. Это у нас также моющее средство для стен и полов. Стоимость 146 рублей. Немножко давайте посмотрим горошек. Фрау Марта. Это из мозговых сортов. Большой крупный горох. Поближе состав вам показала. Стоит он 79 рублей. Мне кажется, это самая высокая цена на данный горошек. Есть и побюджетнее. 42 рубля. Но насколько он вкусный, неизвестно. Но не всегда высокая цена. Это равно вкусно. Здесь 420 грамм. Состав вполне хороший. Вода, соль, сахар и сам горошек. Рядом есть еще вариант. Мне кажется, очень похож на знаменитый бренд. Бондюэль, если я не ошибаюсь. По крайней мере, по дизайну. В составе, кстати, тоже написано, что это зеленый горошек мозговых сортов, вода, соль и сахар. Стоит 50 рублей. Отличная цена. И мне кажется, можно вполне попробовать. В наличии есть и черный чай с бергамотом 200 грамм. Также черный чай с чабрецом. И третий вариант с мятой. Здесь он листовой. Стоит 105 рублей. Давайте зайдем в холодильник. Холодно, но все же надо показать. Не знаю, как у вас в городе. У нас в холодильнике работают как убойные. Как будто сразу чувствую, что зима близко. В наличии есть помидоры. Стоит 69 рублей. Яблочки за 83 рубля. Но они такие вот малюсенькие. Все, конечно, красивые, свеженькие. Поближе вам показала. Но вот такая вот крошка. Я бы сказала, это практически ранетки. Есть яблочки, смотрю, и побольше. Но они по стоимости выше. Апельсинки 82 рубля. И побольше яблоки 89 рублей. За 109 рублей можно еще купить груши. Они из Китая. Красный ценник. То есть получается скидка. Если честно, не хотел бы их приобретать. Выглядят очень жесткими. Мне кажется, они вкусные. Но не факт, конечно. Продукты без заменителя молочного жира. Очень бюджетные. За 18 и 17 рублей. Есть у нас ананас клубника. Что тут у нас еще? И также персик апельсин. И еще ананас. Есть небюджетные коктейльчики. За 66 рублей, мне кажется, это не низкая цена. Молочные коктейли, ваниль и пломбир. Но бренд это Эрмикот. Все-таки знаменитый вполне бренд. 42 рубля. Есть напиток йогуртовый. Без заменителя молочного жира. Клубничный. Нежирненький. И также рядом за 62 рубля. Напиток йогуртовый. 420 здесь миллилитров. Здесь у нас вишня и также ананас. За 22 рубля, чуть дороже, есть вот такие вот йогурты с таким вот динозавриком. Есть персик и также ягодка клубничка. С другой стороны, очень много различных мясных интересных деликатесов. Бекон 139 рублей. Это бренд дымов. Многие писали в комментариях, что очень нравится. Он сырокопченый. Еще много очень, конечно, колбасок различных, сырокопченых, обычных. Есть вот такая вот. Бородинская называется. Вареная копченая. Стоит 335 рублей категория B. За 187 рублей тоже категория B. От торговой площади классическая. И очень дешевая, я бы сказала, за 62 рубля. Здесь тоже у нас категория B. За 81 рубль тут у нас студень и свинины. Категория B 500 грамм. Очень много в наличии. Это бренд ярмарка вкуса. Что здесь еще интересненькое, давайте поищем. Наверняка найдем. Хороший, кстати, здесь выбор. Орех свиной категория B и стоит 409 рублей. Вот такой вот красивый кусочек. Никакой жиринки я не нашла. Давайте немножко мельком покажу. Все, мне кажется, не обуздать, не показать. Большая такая палочка вареная. 262 рубля. Это классика. В общем, я замерзла в холодильнике и решила выйти. Показать, наверное, мороженое. Здесь у нас зайчиком мороженое. Сделано по ГОСТу. Многим оно нравится. Оно прям жирненькое-жирненькое. И стоимость его 29 рублей. Заметила еще новинку. Это у нас манго. Мороженое молочное с ароматом ванили и наполнителем манго. 450 грамм. Бренд Чудо Света. Поближе вам состав показала. Тоже можете нажать на стоп и ознакомиться. Есть еще карамелька. Не все любят карамельку, но многие. Есть еще и черная смородина. Я очень люблю черную смородину, но настоящую ягодкой. Вот такая вот красота. По стоимости, если честно, немножко непонятно. То ли 74 рубля. А вот это мороженое я уже пробовала. Это, наверное, 97 рублей. У них ценник немножко перепутан. Вот такая вот таежная ягодка есть. И также с мишкой. Это у нас хлопковый орех. Мне это мороженое очень понравилось. Советую. Немножко жирненькое, но как мы и любим. Смотрите, я заметила еще симпатичную коробочку. Здесь у нас и сухофрукты, различные лимонные дольки. Здесь 500 грамм поближе состав. На первом месте у нас, конечно же, арахис. Чтобы удешевить продукт. 198 рублей. Ну и цена, конечно, бюджетная. Что мы хотим? 449 рублей полкилограмма фисташек. Многие писали не очень хорошие отзывы. Но вроде бы смотрятся они по ближему показу. Вполне нормально. Я, если честно, после таких отзывов боюсь приобретать. Поэтому остерегаюсь. Завезли еще вот такую капибару. Сладкая вата. Все, как мы любим. Кола и баблгам. Химоза, конечно, наверняка очень такая забойная. 92 рубля. Заметила еще какую-то лапшичку. Это у нас со вкусом курицы. И, кстати, она прямиком из Китая. Вот такая вот интересная лапша. Заметила еще в наличии швабру. Она идет с ведром с отжимом на 12 литров. Стоит 773 рубля. Давайте посмотрим. Здесь такие вот силиконовые штучки. Чтобы легко было выжимать воду. И насадки сделаны из микрофибры. Такая вот хорошая интересная задумка. Чтобы ручки были всегда чистыми. Насадок, кстати, в комплекте 2 штуки. Мне кажется, это отлично. Чтобы на дольше хватило. Расцветка такая вот интересная. Цвета баклажан и бежевого. Контейнер хозяйственный за 212 рублей. Что очень удобно, он идет на колесиках. Здесь 16 литров. Можно здесь приспособить много чего. Особенно на кухне. 625 рублей бочка пищевая с гнетом. Здесь есть подробная инструкция. Закрыть крышкой и так далее. Ключ не нужен, чтобы поднять гнет. Все здесь подробно написано. Емкость тары 200 литров. И производство Россия. Пластик, в принципе, мне кажется, плотный. Что еще в наличии? За 179 рублей контейнер для хранения. Он идет с защелками на 10 литров. Открывается в виде створок. Очень хорошо, что пластик прозрачный. Не обязательно открывать сам контейнер, чтобы узнать содержимое. Пластик не хлипкий. Контейнер универсальный за 208 рублей. Здесь много. Можно чего придумать, положить. В основном на картинке вижу овощи. Контейнер небольшой, не маленький, на 14 литров. В принципе, нормальный. Завезли еще новинку. Набор контейнеров 268 рублей. Ранее видела такой же наборчик из 5 штук. А здесь из 10. Максимальный размер контейнера 3,5 литра. В общем, красота. Купил такой вот наборчик и в ус не дуешь. За такую цену вообще смешно. Набор герметичных контейнеров за 226 рублей. Практически такая же цена, но здесь всего лишь 3 контейнера. Здесь тоже надо понимать, что дополнительные защелки тоже являются дополнительной затратой для производителя. За 140 рублей тут у нас контейнеры для сыпучих продуктов. Отличная цена 1,4 литра. Есть еще и кругленькие контейнеры. Такие вот бежевые. Здесь получается максимальный размер 3,7 литра. И стоит 165 рублей. Хотела у вас спросить, вы покупаете ли продукты в светофоре или предпочитаете более такие хозяйственные вещи. Недавно мне написали, что продукты в светофоре лучше не брать. Как вы относитесь к этому утверждению? В наличии есть еще ведра 98 рублей. Хорошая цена. Но, кстати, я считаю лучше в светофоре, конечно, читать отзывы, прежде чем покупать. Поэтому блогеры, мне кажется, выручают не только мои обзоры, но и других блогеров. Надо читать комментарии от людей, смотреть видео. И тогда уже можно идти спокойно и покупать те или иные продукты. За 613 рублей есть шланги. Кстати, писали не очень хорошие отзывы. Здесь на 20 метров. Универсальные быстро рвутся. Все еще в наличии леечки за 175 рублей на 11 литров. Метла всего лишь одна за 145 рублей. Здесь у нас садовая сетка. 648 рублей. Немножко буквально ее завезли. Армированная пленка тоже все еще в наличии, если вам надо. Немножко такого вот для сада-огорода есть еще. Здесь у нас ватные диски. Постоянно их беру. 180 штук. Такая вот большая упаковка. И стоит всего лишь 61 рубль. Отлично смывает макияж. Этого же бренда за 68 рублей. Есть 500 штучек вот таких вот палочек. Отличные качества. А цена, я бы сказала, еще лучше. Гель для стирки 372 рубля. Это бренд Sarti. Для цветного белья. Такая вот большая, очень большая упаковочка. Надолго, наверное, хватит. Наличие есть всего лишь один. Один такой наборчик стоит 918 рублей. В чижике я видела по скидке за 300 рублей. Так что надо обращать внимание. Наличие есть еще мыло. Жидкое крем-мыло. 107 рублей. И здесь 1 литр. И чуть не пропустила. Хотела показать. Смотрите, очень актуальный товар. Средство для орошения и промывания. С морской водой 100 мл. С алоэ вера. Все на него заглядываясь, хочу приобрести. Кто брал, пишите в комментариях. Стоит очень бюджетно. В других магазинах стоит намного дороже. Наличие еще крем для тела и рук. Очень удобно, что вдавливающийся оттуда затор. В составе глицерин, пантенол, церамиды. Есть еще в наличии пантенол. Не совсем, мне кажется. Актуальный товар. 123 рубля. Мыло хозяйственное. 84 рубля. За эту цену здесь 4 бруска по 200 грамм. Такое вот твердое. Самое такое вот обычное. Хозяйственное. Кстати, крем для рук стоит 93 рубля. Забыла дополнить. А для носа спрей этот 83. В наличии есть еще жидкое мыло. Здесь тропические различные мотивы. 116 рублей. Здесь 1,6 литра. Смотрите, какой здесь хороший выбор шампуней. Гель для душа. Здесь у нас дуру. Это шампунь с маслом оливы. И стоит так, не 215 рублей, а 107. Здесь 500 миллилитров. В наличии есть еще и шампунь. С яблочком. Экстракт яблока. Очищение. 750 миллилитров. 195 рублей. Еще по бюджетнее есть шампунь. 73 рубля. 600 миллилитров. С увлажнением тоже подходит для всех типов волос. Гель для душа. С клюквой и можжевельником. Инжир и также ежевиком. И стоит 81 рубль. 750 миллилитров. Мочалочки. За 46 рублей. Тоже есть в наличии. Самые разнообразные, яркие, красивые расцветки. В наличии есть еще бюджетные щетки. Здесь 5 щеток. За 41 рубль. Мне кажется, дешевле только даром. Лишь бы, конечно, они хорошо справляли своей работой. В наличии есть еще ополаскиватель. За 80 рублей. Здесь целый 1 литр. Смотрю, есть только с ментолом. Кстати, кто был недавно стоматологом, напишите, пожалуйста, сколько стоит полечить кариес в вашем городе. Будет очень интересно посчитать. Давненько я не ходила стоматологу. Думаю, надо провериться. Но очень боюсь, если честно, цен. В детстве боялись мы только боли. А теперь еще и цен, как повзрослели, мне кажется. Гель для бритья в наличии для чувствительной кожи. 157 рублей. Это мужской, насколько я понимаю. И есть также мужской дезодорант. Тропик и также Арктик. Такой вот, видимо, холодящий. Защита 48. Стоит 115 рублей. Есть и для девочек. Это у нас такая вот весенняя цветы. Нежная розовая упаковочка. И кристальная свежесть для белой и черной одежды. 109 рублей. За 207 рублей можно купить еще фильтры для кувшина. Такой вот модуль смены называется. Фильтрующий на 210 литров. 207 рублей. Мне кажется, очень хорошая цена. Это для кувшина и светофора как раз. Наборчик один спрятался. Но хочу я показать не наборчик, а вот эти корзинки. Все еще в наличии 236 рублей. Цена за 3 штуки. Спрашивала про подносы в прошлом выпуске. Нравятся вам они или нет. И буквально два отзыва было в комментариях. И всем они не очень и не понравились. Здесь у нас набор разделочных досок с подставкой. Что удобно с перфорацией. Не скользит. И очень удобно в хранении. 338 рублей производство России. Есть в наличии очень красивые кружечки из стекла. Так красиво, мне кажется, сделаны необычно в виде сот. И стоят, кстати, эти кружки тоже очень бюджетно. В наличии очень их также много. 51 рубль 350 миллилитров. Есть еще в продаже средства от ковров. Точнее для чистки ковров. Очень удобно. В такой вот виде пасты. 99 рублей. И также есть в виде шампуня. Стоит намного, мне кажется, дешевле. Одна треть. 61 рубль. Также бренд Клэр. И смотрю его поактивнее разбирает. Также бренда Клэр можно купить и средства для очистки жира и нагара на кухне. С распылителем стоит 66 рублей. 500 миллилитров. В наличии есть еще и стеклоочиститель. И опять у нас этот Клэр. Один литр надолго хватит. Видимо, других брендов, мне кажется, светофор игнорирует. В основном только этот бренд. Освежитель воздуха. Тоже у нас Клэр. 61 рубль. И смотрю что-то новенькое. Капсулы для стирки. 156 рублей. Вот такие вот бюджетные. 25 капсул. Мне кажется, возможно, ничего не будет отстирывать. Слишком уж дешево. Зашла еще в холодильник. Смотрите, какая вкуснятина. Сразу захотелось. С чайком. 153 рубля. 300 грамм. Есть еще что-то такое вот интересненькое, вкусное. Очень напоминает мне медовик. Выглядит все аппетитно. За 237 рублей. Пирожные. Тоже вкусненько выглядит. Крем там беленький. Давайте посмотрим по фруктам. 89 рублей есть сливы. И за 224 рубля виноградик. Вот такая вот красота белый. Есть также и шампиньоны. За 147 рублей я увидела еще творог. Давайте посмотрим. 9% развернем. Вот такая вот упаковочка. Ранее я его не видела. Хотя в Светофоре все чаще и чаще завозят различные другие бренды интересные. 219 рублей щековина категория Г. Свинина категория А. 400 здесь грамм. Выглядит вполне аппетитно. Есть еще студень за 82 рубля. Здесь 500 грамм не содержит сои. В наличии есть очень много сыра. Хороший, конечно, здесь выбор. Можно повыбирать вот этот сыр. Хороший. 148 рублей. Иногда берем, но соленоват немножко. Есть еще за 233 рубля. Довольно-таки жирненький. Это у нас сыр. И также есть рикотта. 175 рублей. Его я больше люблю. Он такой легкий, непринужденный. И по цене очень хороший, бюджетный. В наличии есть еще и масло за 43 рубля. Хотя многие пишут, что это не масло, а маргарин. Уж очень тоже и низкая цена. И по вкусу люди пишут, что не похоже на масло. Наличие есть за 82 рубля. Снежок 2,5%. И здесь 800 миллилитров. Далее я отправилась в магазин Галамарта. Здесь много всего интересного. Привезли уже осеннюю посуду. Вот такие вот большие кастрюли красивые с тыковками. Есть еще и поменьше. Тоже все с одной коллекции. Стоит такая красота 1500 на 3 литра. Есть подешевле. 1400 на 2 литра. И также есть ковшики по скидке. Кстати, 659 рублей на полтора литра. Вот ковшики, мне кажется, по цене очень даже приятные. Смотрите, здесь тоже еще много всего интересного. Фартук по скидке 159 рублей. Но на ощупь мне он не понравился. Это 100% полиэстер. Все-таки неприятный. Когда хлопок я все же предпочитаю больше. Есть еще в виде варежки. Здесь у нас тоже указан. 100% полиэстер. И стоит 155 рублей. 199 рублей полотенцем. Неужели тоже полиэстер? Но нет. Здесь, по крайней мере, сжалились. И здесь уже 100% хлопок. Что очень приятно. Есть также и обычные прихватки. Такие вот квадратненькие, к которым мы привыкли. И стоят они, давайте посмотрим, 95 рублей. Кто из Новосибирска, зашла я на секундочку. И в быстроном. Смотрите, какие цены бывают на миске. За 300 рублей одна мисочка. Конечно, красивая с вишенками, но не 300 рублей. Есть еще побольше. И она уже стоит 400. 229 рублей контейнер. Для различных специй можно организовать. Но цены, если честно, очень сильно кусаются. Конечно же, хорошо, что у нас есть с вами светофор. Также есть в наличии дуршлаг. 279 рублей. Самый такой обычный. Конечно, пластик хороший, не хлипкий. Но мне кажется, по цене здесь неплохой дуршлаг. Металлический. 319 рублей. Шла немножко в Галамарт. Здесь есть скидочки. 1300. Вот такой вот красивый чайничек пузатый. Идет на 3 литра. И подходит даже для индукции. Без скидки. За 1900. Более такой вот строгий. Тоже посимпатичнее, мне кажется, будет. Это лимончики. 1600. Вот такая вот красота. Мне очень нравится. Яркий такой. За 469 рублей нашла масленку. Написано по-английски butter, то есть масленка. И тоже у нас здесь есть в составе бамбук, пластик. Мне кажется, в фикс-прайсе было дешевле такие вот варианты. В наличии еще увидела очень много красивой посуды. Смотрите, какая красота. Цветочная поляна. По скидке 339 рублей. Это банка для хранения. 470 миллилитров. Сахарница стоит 379 рублей. Должна еще ложечка в комплекте, если я правильно понимаю. Вот она на картинке изображена. Чайничек 669 рублей. Такая вот красота тоже из этой же коллекции. Небольшая скидочка должна быть и на салатнике. Да, 299 рублей. Очень красивая. Здесь такая вот деликатная. В одной стороне композиция цветочная. 469 рублей. Очень большое блюдо квадратное. Даже не стала его доставать. Тяжеленькая. Для соли и перца. Есть такие вот емкости тоже красивые. 339 рублей. И по скидке кружечка. 259 рублей. Все в одной стилистике. Можно, кстати, приобрести. Будет, мне кажется, отлично. Все сделано из керамики. Кружка идет на 390 миллилитров. Есть еще подставка под чайные пакетики. Давайте поближе вам покажу. Подставка выполнена в виде такого вот маленького чайничка. Что здесь еще в наличии? По скидке 69 рублей контейнер для хранения. Вот такой вот вытянутый. Красивые, шикарнейшие гранаты. Поменьше есть за 49 рублей. Но, мне кажется, сильно по размеру они не отличаются. За 49 рублей можно купить и на 500 миллилитров вот такую вот малышку. Все они, кстати, прямоугольной формы. Поэтому надо это тоже учитывать. Еще контейнеры за 99 рублей. Можно замораживать. Микроволновые печи. Есть розовые крышечки и голубые. Такая вот красота. Также заметила по скидке и другой вариант. 119 рублей. Хорошая скидка. Контейнер. И у него здесь два отделения. Что очень удобно. Что-то не хочется перемешивать сразу. Банка для сыпучих продуктов. 159 рублей. Сделана из пластика. 0,75. И рядом заметила другие варианты. Вот тут у нас без скидки. 1,1 литр. А можно даже купить дешевле. По скидке идет другой контейнер. 239 рублей. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Всем пока.